МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время обхода территории учреждения атаки вооруженных преступников подверглись несколько сотрудников. Злоумышленники взяли их в заложники и выдвинули политические требования. С учетом складывающейся обстановки руководитель регионального оперативного штаба принял решение о проведении контртеррористической операции. В результате штурма банк-группа нейтрализована, а самодельное взрывное устройство выведено из строя путем контролируемого подрыва. В результате проведения совместных мероприятий силовиков работа восстановлена. Угрозы жизни и здоровья граждан нет. Выявленные во время тренировки недостатки будут учтены при дальнейшей организации антитеррористической системы мер в регионе. Апелляционная инстанция Тверского областного суда оставила без изменения обвинительный приговор Заволжского районного суда в отношении главы администрации Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области Сергея Румянцева. Экс-чиновник обвинялся в земельных махинациях. Его судили по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Вот что сказал представитель гособвинения в день прений. Обвиняется Румянцев Сергей Александрович, глава Бурашевского сельского поселения. Обвиняется он в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 159, частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в совершении мошенничества в крупном размере. Государственное обвинение будет просить суд признать его виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Речь идет о хищении ликвидного муниципального имущества. В ходе расследования следственным отделом ОМВД России по Тверской области установлено, что глава администрации приискал себе ряд ликвидных земельных участков на территории Калининского района, заключив соответствующие договоры, получил право аренды, после чего осуществил фиктивную регистрацию объектов недвижимости и выкупил их без проведения аукциона по льготной стоимости, многократно уступающей кадастровой и рыночной. Ущерб, нанесенный действиями фигуранта, составил 2 миллиона 700 тысяч рублей. Сам Румянцев себя виновным не считает. До приговора суда он исполнял свои обязанности, мера пресечения к нему не избиралась. Ну, я думаю, суд разберется и посмотрим, что будет. Мне, например, вот этот весь процесс, который проходит, он мне очень самому интересен, понимаете? То есть, если меня, как главу администрации, который вывел буражское поселение в лучшее, ну, которое нигде по служебным своим нигде не был замечен, вдруг ни с того ни с сего, вменяет мошенничество в крупном, причем, размере, именно на землю, где я живу, понимаете, где я прописан, где я построил дом. Заметим, в уголовном деле Румянцев фигурировал как физическое лицо, поэтому расследование проводила следственная часть Тверского регионального ОМВД. Если бы Румянцева привлекали как чиновника, то дело приобрело бы совсем другой оборот. Суд назначил Румянцеву наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.